Только Тула! Только победа! Только Тула! Только победа! Не без последних успехов Арсенала, недавно обыгравшего «Зенит», обходится открытие тура Кубка мира по футболу в Туле. Но главное событие все же сам приезд к трофеям. Первым его увидели журналисты. Тула чемпионат мира не принимает, но частью мундиаля станет. В столицу пряников, оружия и самоваров, уверены почетные гости футбольного праздника, летом 2018 года обязательно приедет множество туристов. Тула – это один из пунктов, который обязательно посетят наши иностранные гости во время чемпионата мира. Я сейчас уже сама проверила, какая замечательная дорога, потому что ночью только прилетела и доехала очень быстро. И точно уверена, что в Туле есть что показать нашим иностранным гостям, которых мы с нетерпением ждем. Без лесных слов в адрес Арсенала не обошлось и здесь, но команде есть куда расти. Алексей Демин дал поручение президенту клуба Гураму Аджоеву. На чемпионате мира Тулу в составе сборной России должны представлять два игрока-канониров. Я думаю, что у нас один футболист здесь уже за сборную, надо искать второго. У нас Габулов за сборную играет, еще второго найдем, сейчас я думаю, в 2018 году он будет играть. Хитро! Пока же футболисты Арсенала провели мастер-класс для ребят из детской спортивной школы. Поучаствовали в эстафете. Маленьких вратарей лично проверил глава региона. Хорошо, успокоим, на спину не ловимся. После разминки и автограф-сессии все на фото. Для любителей футбола сфотографироваться или просто даже увидеть кубок мира – настоящее событие. Судите сами, в руках его держали, а кто-то даже целовал. Перед долгожданным фото болельщиков ждет целый футбольный планетарий с величайшими моментами в истории чемпионатов мира. Ну а далее вот они – 6 килограммов чистого золота. Кубок под стеклянной витриной потрогать не получится, что и так нельзя в любом случае. Только президенты стран и победители чемпионата мира могут прикоснуться к футбольной реликвии. Одна из главных деталей кубка скрыта на основании гравировки с наименованием сборных победителей чемпионата мира с 1974 года. Трижды Германия, дважды Бразилия, Аргентина, а также Италия и Франция. Сборной России в этом списке нет. Может быть, пока. Спешите. Кубок мира в Туле пробудет всего два дня – 16 и 17 сентября. Следом он отправится в Курск.